Ну что ж, Ксения Собчак выдвигает свою кандидатуру в президенты России. Вот эта девушка с очень странной репутацией собирается играть на стороне Кремля. Что можно сразу сказать по этому поводу? Прежде всего, видимо, дела в России обстоят еще хуже, чем мы предполагаем. Там не просто цинично считают людей за быдло, но и считают, что они могут делать все, что им вздумается. А народ будет просто хавать самым настоящим образом, какое бы дерьмо они не сервировали. Вот это выдвижение Ксении Собчак, я не побоюсь того слова, самое настоящее отборное дерьмо. В своем же первом обращении она сказала следующие слова. Я призываю вас прийти на выборы и проголосовать не за Ксению Собчак. И это очень важно. Я призываю вас прийти и проголосовать против всех. Проголосовать против всех этих людей, которые нас достали за все эти годы. То есть вы понимаете этот призыв, да? Она говорит, не голосуйте за Ксению Собчак, а голосуйте против всех. Получается, что даже выдвигая, как бы выдвигая в кавычках свою кандидатуру, даже в этот момент она говорит, не голосуйте за меня. Это извините меня, что за кандидат такой. У нее нет никакого стремления быть президентом, даже не хочет попытаться. У нее есть одна единственная цель, и которую она четко озвучивает. Это для того, чтобы люди просто пришли. А придя, проголосовали лишь бы за кого. Все, что она делает, в данный момент, шито белыми нитками. Это горит у нее на лбу рекламным щитом. Господа, я для этого и начинаю свою кампанию, чтобы вы, как лохи, туда пришли. Поражает, конечно, и внешний вид Ксении. Выбрать такой, мягко говоря, стариковский прикид, Скорее всего, она просто смеется над всеми нами. А чечке в тон цветастому платьишку непонятно, кого она из себя изображает этой зализанной прической. Не то чокнутую учительницу, не то какую-то бабку-пенсионерку. Это очень сильно не вяжется с ее настоящим стилем. Я думаю, что она этим самым хочет показать, что она разыгрывает некую пьесу. И в этой пьесе она играет определенную роль. Ксения Анатольевна, мы и так это все прекрасно понимаем. Мы понимаем, что вы отрабатываете некие деньги. Мы понимаем, что у вас маленький ребенок, и, честно говоря, нормальная молодая мама в такой ситуации бы даже не думала ни о каких выдвижениях президента России. Имея маленького малыша на руках, имея такую загруженность работы, которую она имеет, еще и выдвигаться в президенты – это все чушь. Самое настоящее. Зрителям моего любимого, моего родного телеканала «Дождь», где я проработала много лет и, надеюсь, буду еще здесь работать. Посмотрите на Хиллари Клинтон, сколько лет она обучалась, чем она занималась, прежде чем посмела выдвинуть себя в президенты. Ее компания была действительно серьезной, стоила больших денег частных инвесторов, и она с самого первого своего шага до преклонных лет шла к этой цели. Ксения просто играет. Причем играет бездарно. Чичваркин послал ее там на три буквы или в жопу, я не знаю. Я скажу немного по-другому. «Дорогая Ксения Анатольевна, я тоже придерживаюсь либеральных взглядов. И я так понимаю, что ваше обращение на телеканале «Дождь» было направлено именно к этим людям, потому что, ну кто же еще имеет подписку на этот канал? Так вот, к моему сердцу вы не только не достучались, вы закрыли плотно дверь». Когда-то я читал статьи Ксении Собчак и понимал, что она умная образованная женщина, иногда она высказывает действительно острые, неординарные мысли. Я понял, что ее участие в таком странном проекте, как «Дом-2», это всего лишь способ зарабатывать деньги. Мне казалось, что после того, когда она оттуда ушла, она займется чем-то более достойным, ну хотя бы в силу того, что она из хорошей семьи и у нее хорошие корни. Оказалось, что это не совсем так. Вот этим своим видом, Ксения Анатольевна, и этим своим призывом вы, извините, оскорбляете мой интеллект. Я прекрасно вижу, как пытаются мной и мне подобными манипулировать. Вы решили сыграть на стороне Владимира Путина, поддержать его в его непростой предвыборной кампании, просто потому, что действительно большинство людей настолько разочарованы, что не хотят больше ничего. Чтобы взбодрить их, вы теперь будете создавать волну и призывать людей все равно прийти на участки. Очень жаль, что в России люди в гонке за деньгами не обращают внимания на такую очень важную вещь, которая дороже денег. Это называется репутация. В Америке репутация имеет самый настоящий вес, и люди, чтобы не замарать свою репутацию, не идут часто на самые выгодные сделки. Так вот, Ксения Анатольевна, своим участием в этих выборах вы полностью испортили свою репутацию, и восстановить ее вам больше не удастся. Ни в моих глазах, ни в глазах людей, которые еще до этого момента думали, что вас можно хоть за что-то уважать. Итак, прощайте, Ксения Анатольевна, эта страница перевернута, и больше к ней возвращаться лично я не буду. Мне это стало неинтересно. Теперь, что касается самих выборов. Скорее всего, теперь может произойти два сценария. Если Алексея Навального не допускают к выборам, все-таки не допускают, он начнет призывать к бойкоту этих выборов. Это единственное правильное решение, чтобы не участвовать во всех их идиотских спектаклях. Если же Алексея Навального сейчас, как говорится, хорошенько подогреют, а потом выпустят, то тогда участие Ксении Собчак более чем понятно. Без нее, скажем, он мог бы собрать процентов 15. Она оттянет часть голосов, и он соберет процентов 10, а она процентов 5. Так вот, я ответственно заявляю, если Алексея Навального все-таки выпустят на эти выборы, то Алексей Навальный, 150 процентов, такой же план Кремля, как и Ксения Собчак. Если Алексей Навальный все-таки действительно честный человек, и его не выпустят, несмотря ни на что, то лично я извинюсь перед своими подписчиками, и окажется, что я был неправильного мнения об Алексее Навальном. Но пока еще ничего до конца не понятно. Они хотят, чтобы вы пришли на участки, они хотят даже этой дамочкой хоть как-то расшевелить выборы, значит, нужно делать полностью наоборот и не участвовать во всем этом бездарном и пошлом спектакле. Если эти сумасшедшие решают играть в свои игры, то зачем вам их поддерживать? Уже сейчас я могу сказать то же, что и говорят все здравомыслящие люди. Единственное правильное решение во всей этой истории – бойкотировать выборы. Участвовать в выборах без выбора если его еще и обставляют как дешевый спектакль, с определенного момента становится морально невозможно. Я призываю вас прийти и проголосовать против всех. Я призываю вас прийти и проголосовать против всех. Я призываю вас прийти...